все правильно дело получается я поставила фарш сделаю по-флотски и сделаем фаршированные семьи доброе утро приехала два дня назад ничего не снимала по я по очереди выкладывала влоги с путешествия сейчас поделюсь впечатлениями так а нет давайте сделаем завтрак будем завтракать и я буду делиться впечатлениями мне там на заднем плане нужно кое-что еще сделать на дело факт если честно мне так жарко ничего сегодня выезжать мы сейчас обязательно в чем-нибудь футболку заплачь а или выпить чай или олесе столько вкусного чая буду готовить яйцо подумать чай вкуснее или кофе буду опять сегодня вас кружить улыбаюсь потому что еще я путешествие свое перевариваю вспоминаю так быстро четыре дня прошли пролетели но самое интересное еще впереди если вы думаете что это все нет это далеко не все света хватает света как всегда не хватает утром и включила все что можно а света мало так сейчас мы пожарим яйцо на отопленном масле конечно путешествие дает массу положительных эмоций потом еще яйцо на отопленном масле и добавляем в шоке яйцо не достаточно сейчас минутку мне тут солька садить так и буду поставить на сейчас я не наверное сейчас отключусь завтрак себе приготовлю и сяду буду делиться впечатлением это вот так вот носиться будет это у меня сама голова кружится когда я пересматриваю сейчас быстренько сделаем себе бутерброд ой авокадо какой спины а потом уже на хлеб чуть присолим обязательно верить сок лимона косточки девчонок спросила сделать вам завтрак они не хотят они с утра на спорт придут по уже завтракать после спорта остановилась на кофе кофе хочу сварить сейчас кофе кофе сделаю садимся я даже в американу добавляю немного кипятка из чайника совсем слабенький кофе мне писали что кофе вымывает калий из костей и это все спасибо большое что пишите напоминаете мне об этом я уже знаете остановилась на одной кружке утром это не всегда но пока полностью от кофе отказаться не получается у меня слабо характер такой рилс прикольный видела как я кушаю в гостях и как я кушаю дома надо будет снять кушать не очень удобно резать сухать еще более неудобно и так путешествие наше прошло на пять с плюсом если по пятибальной шкале тут опять с плюсом понравилось абсолютно все даже то что мы дербент не посмотрели как мы хотели ну ладно дербенту мы еще вернемся у нас маршрут был проложен мы с олеся и все присчитали сначала у нас была ингушетия по плану мы в нее попали попали написали нам с ингушетии я так думаю почему вы не посетили джиракское джиракский район я так думаю джиракское ущелье это джиракском районе находится как раз мы там и отдыхали одноклассник с ингушетии нашел нам очень замечательное место в горах это гостевой дом воздух там просто невероятный у меня целые сутки кружилась голова такого легкого окружения было я так думаю что это от чистого воздуха потому что природа такое впечатление что напротив дома была гора и башеный комплекс так общение что это нарисовано красками купили что-то подойдет чердайте лист перевернет в альбоме и будет другая картина так все красиво так все чисто что у меня больше всего удивило сколько мы поднимались мы там со полтора по моему поднимались или даже может больше у меня уже от эйфории все это везде была проложена асфальтная дорога и чистота по всему маршруту так было все чисто и так было все вот как найти правильные слова чтобы выразить свой восторг вушить и не облюбилась сколько мы жили в грозном в чечне мы ни разу не отдыхали в ингушетии по той простой причине что в чечне природа такая же прекрасная и поэтому мы в ингушетии не выезжали очень хочется попасть еще раз в ингушетию только знаете как на пару дней чтобы можно было где-то выехать погулять там чтобы подняться там с одной стороны и горы а с другой стороны вес извиняюсь сто раз за монтаж смонтировала очень нехорошо видео одни рабочие моменты удаляла не те я это могу я как всегда в своем репертуаре всю красоту почему-то я удалила и так приехали мы мы когда выезжали в ингушетию списались естественно с мусой спросила шампура брать или нет ну думаю гостевом доме все таки все должно быть и мангалы и шампура и мясо в том числе хотя у нас тут в иноземцево при выезде есть магазин такой там вам мясо маринуют с алисой сидим думаем я брались давай может быть и возьмем барашку уже чтобы на месте уже никуда не ездить не суетиться чтобы уже все было с это с собой привезем вроде как решили что купим на везде мясо а потом думаем мы едем в горы в это отдыхать неужели там не будет где мясо купить по итогу мясо не купили приехали и такую экскурсию нам по дороге мусо провел большое тебе спасибо мусо вообще есть на что ну чуть-чуть помешал дождик мы планировали побольше времени потратить на экскурсию ну дождь такой был проливной ну ладно приехали приехали назначение а нет еще по дороге спрашиваю а нет нет неправильно уже мы когда приехали вытасываем сумки из машины у мусы спрашиваю муса где тут мясо можно купить собрать того через нас как вы приехали в горы отдыхать и бизнеса говорит ну ничего без проблем мясо найдем ребята поехали за барашкой продавали не килограммами а продавали и тушками ну насколько нас семь восемь человек было целого барана покупать решили остановиться на рыбе остановились на форели купили форели запекли и ребята на углях посидели поужинали вкусно правда у нас ужин был очень позднее но не только долго искали мясо рыбу долго искали пока привезли пока хозяином помог почистил ее мы быстренько и замариновали ребята нам ее на углях пожарить после и гушите у нас по плану была чечня если вы думаете что мы вот так сели в машину запрыгнули по ходу дела про не планировали наше путешествие нет мы заранее еще есть дому из пятигорска забронировали отель грозном чтоб не получилось как прошлый раз мы прошлый раз приехали за неделю до дня города отели были все забиты поэтому мы все делали заранее в грозном хотели посетить и конечно грузинское море но по всеверо и вероятности фонтаны там включают ну как и в пятигорске пятница суббота воскресенье поющие фонтаны поэтому мы это дело отложили мы просто погуляли в парке возле мечети и были такие уставшие и но несколько уставший просто нас за не буду говорить только за себя на меня и пушите такое впечатление произвела такие красивые виды я просто очень люблю горы и круче говоря я очень эмоционально впечатлительный человек что я эмоционально устала мы пошли покушали пошли погулялись чуть по грозному и пришли мы на я уже наверно в десять часов уже спала девчоночки мои на спорт еду утром мы выехали в дагестан у нас было еще неправильно сказала во влоге изначально мы хотели посетить султанский водопад и дербинскую крепость вот у нас планы были потому что и заехать на море потому что расстояние очень много времени конечно съедали дорога в итоге не на султанский водопад мы попали а сейчас скажу вы поехали уже давай приедете завтракать потом будете ли где-нибудь там позавтракайте посмотри какой себе вкусный завтрак сделала я могу вам то что же самое организовать родную авокадо тост с яйцом ты рубашку неправильно застегнула тебя пуговки неправильно застегнуты в итоге мы на султанский водопад не попали нас навигатор привез с алтинского ущелья я думаю что красивее место я не видела само ущелье я попасть не смогла но мне алисе поснимала спаси там просто ну и физически не смогла бы пройти там нужно по тиснине идти метров сто и вася горит такое утечения было что он иногда сбивалась ну там же еще одни туристы заходят другие выходят тиснина узкая было и ну я так подумала что у лучше я посижу полюбуюсь так издалека на эту красоту там мы провели где-то ну в общей сложности может быть часа полтора не больше с водопада мы прям стартанули в дербент хочу вот знаете остановиться на водителях господи так и хочется сказать люди берегите себя такое впечатление что у них три жизни водят но не то что там дерзко там или я не знаю как это сказать просто такое впечатление что сумасшедший за рулем вася всю дорогу ругался насколько он спокойный веселый позитивный человек даже вот когда едешь где-то по трассе ну ну по трассе бывают всякие знаете он спокойно относится заехали в хасавюрт вася всю дорогу ругался я ничего не могла записать потому что нужно было всю дорогу пропикать как вася ругался ну по-другому я даже не знаю я бы побоялась сесть за руль ездят как хотят по движению против движения полиция стоит никто на полицию внимание вообще не обращает по газонам по тротуарам под камаз это еще и в пробке стояли в хасавюрте как вы все знаете очень хороший большой рынок поэтому проехать этот город без пробок нереально такой знаете стресс получили я вообще я была в ужасе насколько мы в грузии когда мы по грузии путешествовали там тоже движение было знаете у меня взять машину бросал и мы на такси по тбилиси катались дагестанты не идет грузии там так вводят что вообще не знаю мне кажется нужно больше плакатов там вешать береги себя там или пристегнись или какие-нибудь знаете такие вещи чтобы люди как-нибудь себя берегли что ли не знаем так проехали в хасавюрт и уже начал темнеть у нас водопад мы до водопада очень долго ехали мы с водопада выехали уже было по моему начало 5 и пока мы приехали в дербент подъезжали уже в дербенту было уже начало темнеть сумерки по занимает большую площадь и на нее нужно отдельно один день выделять поэтому мы решили что ну уже не попадем а если попадем то вечером что мы там увидим ничего толком не увидим решили просто поехать на море забери центра если честно думала что мы будем купаться я с машины взяла полотенце ну побоялись вечером темно было уже алисе не надо решенного бог бережу так ножки помочили еще одна проблема телефону разрядился поэтому очень мало материала сняла не вася скидывал уже вася олеся не надо кто чуть снимал по скидывал мне там чуть-чуть слепила как мы на море были ножки мочили в каспийском море короче путешествие очень понравилось вернулись во владе кавказ переночевали хотели тоже подняться на эльбрус мы прошлый раз были только на 2 высоте на третью не поднялись в этот раз у меня просто было ограничение во времени у меня мама ложилась в больницу поэтому быстро вернулись поэтому у нас четыре дня было на путешествие ну в следующий раз обязательно поднимемся на третью вершину и во владикавказе не погуляли у нас хотелось бы еще во владикавказе погулять попасть и там и женский муж мужской монастырь там сложные лестницы в женский монастырь хотела бы я попасть но это в следующий раз у нас скоро опять намечается путешествие не буду говорить куда маршрут проложит а еще хотела поблагодарить и предлагали в дербенте гида романа по моему большое спасибо если еще попадем очень хочется конечно попасть я спешусь объединяемся контактами воспользуемся гидом конечно с гидом все намного интереснее будет потому что нам мусапа ингушетий такую экскурсию устроил что гид нужен обязательно нужен не люблю я вот это у меня как обычно путешествие сначала путешествию потом в википедии все читал про те места где путешествовали а когда уже с гидом естественно и на красоты смотришь и с комментарием это намного все интереснее все приехали во владикавказ в четыре или в четыре в три ночи в три утра вася конечно водитель вообще ну он и работает на машине но все равно такой знаете выносливый очень водитель очень внимательный вася я знаю ты меня смотришь большое тебе спасибо за то что у нас так это очень компания очень приятно очень веселая очень как сказать мне комфортно не с ними комфортно я очень надеюсь и им самое тоже комфортно потому что путешествовать нужно с теми людьми с которыми ну вот комфортно другого слова я подобрать не могу я буду завтракать а потом сниму я не помню снимала я этот рецепт баклажан или нет на ли на канал сниму это очень летние очень сезонный сейчас продукт и его готовить вкусно легко и быстро сейчас быстренько позавтракаю и сниму рецепт переключимся в первую очередь баклажаны моем удаляем полку режем баклажан на две части делаем вот такие надрезы что мы делаем дальше баклажаны мы порезали надрезы такие сделали дальше мы немножечко присаливаем солим перчим перца я кладу совсем немножко потому что у меня томатная паста она так хорошо горько и оливковое масло совсем капельку и в разогретую духовку на 25 минут отправляем в духовку на 25 минут функция вверх-вниз 180 градусов заправлять буду томатной пастой синенький и сыром у меня тут веревки в идеале вообще-то сулугуни а так можно какой дома есть такой полосится сверху обязательно петрушка алиса стоп макарошки мы уже творились сейчас выберу себе чуть-чуть фарша нам окажем остальное все пойдет макарошки у меня уже готов баклажаны пока еще в духовке баклажаны у меня петлись в итоге минут 40 и сначала на 25 ставила у нас должна не получится вот такие мягенькие внутри так что мы делаем дальше дальше нам нужно самое главное не обжечься мы их разминаем так сейчас поближе лучше видно внутри их разминаем они мне еще пыхтят у меня на заднем плане персик сиренады мне поют начиняем фаршем каждую удочку начинаем фаршем маме дома нет можешь гавкать сколько угодно мама буду побежала его развязала конечно фаршем все таки оставим ничего потом затем добавляем томаты у меня тут томаты болгарский перец и красный перец чили и немножко зелени и чеснок по моему добавляла уже готова можно самим потомить на сковородке томаты добавить чеснока добавить зеленюшки то же самое будем готовы закуска получается очень вкусно и сверху добавляем сыр добавляем любой который плавится в моем случае это веревки прошлый раз я делаю сулугуни моцарелла тоже очень хорошо подойдет любой сыр любой плавал который плавится и вы должны сейчас нарежем дольками сыра тем больше тем вкуснее все и отправляем еще минут на 15-20 духовку до тех пор пока сыр сверху не золотится баклажаны наши готовы как сыр запекся они готовы сверху обязательно зеленюшкой украшаем моем случае петрушка я думаю сюда или петрушка или базилик укроп сюда никак все баклажаны готовы пробовать сейчас я не буду потому что я недавно завтракала готовьте по моему рецепту пишите в комментариях понравился мой рецепт или нет но я уверена что понравится потому что это очень легкая очень вкусная летняя запуска с вами будем прощаться завтра не знаю что мне завтра по времени скоро у меня одно событие сниму обязательно поделюсь с вами ну все а нет завтра у нас возможно будет уборка кухни потому что к нам приезжают гости и как вы сами понимаете да перед гостями какой бы не был чистый дом ну нужно влажную уборку делать а у меня и фартук давно не чистился и кухню нужно чуть-чуть подшаманить круче увидимся завтра до конца